И мы продолжаем следить за главным событием дня, визитом Петра Порошенко в Соединенные Штаты, в ходе которого он впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. С кем еще успел поговорить президент прямо в эти минуты? Мы спросим у Дмитрия Анопченко, он присоединяется к нам. Дима, здравствуй еще раз. Расскажи, что Петр Порошенко успел, в том числе и за время нашего эфира. Наташ, ну программа настолько насыщенная, что действительно даже за время эфира, вот 30 минут мы с вами не разговаривали, Петр Порошенко уже успел провести встречи. Во-первых, это встреча в Пентагоне с новым министром обороны. И тут есть очень важный момент. Это первое знакомство, это новая команда. И это люди, которые в принципе, в отличие от Обамы, который категорически не соглашался предоставить Украине летальное оружие, смотрят на эту проблему по-другому. Я до того, как президент скажет какие-то слова по итогам этой встречи, не хочу забегать вперед, не имею права. Хотя могу сказать, что вот мне стало известно, я общался с сотрудниками Госдепартамента на условиях анонимности, они намекают, что в принципе администрация Трампа к этому решению пока что не готова. То есть мы не можем сказать, что оно принято. Но в принципе рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия. И вот это поворот, о котором, разумеется, Петр Порошенко будет говорить с Мэттисом. Что ему ответят сегодня, на какой стадии пока решения, которые принимают Соединенные Штаты, непонятно. Но, по крайней мере, уже есть тенденция здесь, в Вашингтоне, чувствуется. Далее, что касается самой встречи, о которой мы говорили в начале эфира, встречи с Дональдом Трампом, то вот мы буквально несколько минут назад поговорили с Константином Елисеевым. Человеком, который сопровождает президента, прекрасным дипломатом, профессиональным. Человеком, который в администрации президента отвечает за внешнюю политику. И он некоторыми деталями с нами поделился. Ну вот, в частности, вот что сказал по поводу разговора Порошенко, Пенса и Трампа. Это была историческая встреча президента Украины с новым президентом Соединенных Штатов. Очень важно, что она происходила в особистое формирование кабинета президента Соединенных Штатов. Она длится где-то более 35 минут. И, конечно, эта встреча позволила обговорить значительный комплекс вопросов двусторонней взаимодействии, вопросов, связанных с стратегией российской агрессии и успешным проведением реформ. Есть еще один момент. Все-таки, если, когда мы говорим о Донбассе, Украина выступает с позицией страны, которой нужна помощь Соединенных Штатов, то есть направления, в которых мы можем быть стратегическими партнерами. И вот одно из этих направлений – это энергетика. Сегодня утром президент уже успел встретиться с министром энергетики Соединенных Штатов. И было там два главных направления. Во-первых, противодействие новому проекту, второму проекту Северного потока, который действительно во многом может повредить Украине. Ну и другое направление Соединенные Штаты очень активно сейчас расширяют рынок жиженого газа. И Украина вот в этом сотрудничестве может стать действительно серьезным игроком. Вот что Константин Елисеев нам сказал по этому поводу. Отвечаясь, шлося про то, как примусить российскую сторону выполнение Минск, а также шлося и про подальшую перспективу изменения нашего стратегического партнерства шляхом посиления и договорно-правовой базы, и шляхом посиления, продовжения подальших танцянь наших стройных сил. И, конечно, велика увага придрялася вопросам энергетической безопасности. Тут в этом вопросе наши Соединенные Штаты также и нашими союзниками в последние побудове политично мотивованного проекта «Газогонный певничный потек-2». И в этом плане спортирували наши позиции. Ну, еще в качестве анонса, вот буквально через 15 минут мы, как только закончим вот это включение, отправляемся в Госдепартамент, состоится встреча Петра Порошенко с Рексом Тиллишсоном, госсекретарем. После этого он отправится для личного разговора с мадам Лагард и с главой Всемирного банка, то есть экономический блок, новый транш для Украины будут затронуты. Ну, а еще в ходе всего этого визита президент постоянно говорит о санкциях. И вот завтра он встречается с Полом Райаном, спикером, будет говорить в Капитолии как раз о том, чтобы Конгресс усилил санкции против России. Ну, и сегодня президента спросили, важный вопрос ему задали журналисты, сказали, а подчеркнули ли вам, заверили ли вас американские первые лица в том, что до того, как Россия не выполнит все обязательства по Минским соглашениям, санкции с нее не будут сняты. И президент сказал, да, это прозвучало. Более того, Соединенные Штаты вводят санкции каждый день. И действительно, вот только сегодня был расширен список, черный санкционный список американского Минфина. Больше 30 человек там появились. Это и российские бизнесмены, и олигархи, и те банки, которые работают в Крыму. И это свидетельствует о том, что санкции будут и дальше использоваться Америкой как очень серьезный механизм. Наташа. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко отслеживает визит Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки.